Привет, вы на канале Взлет. Меня зовут Ольга. В этом видео мы с вами обсудим матовую помаду с эффектом сияния Giordani Gold. Посмотрим сводчи на губах и на руке. Поехали! Коллекция кремовых помад Giordani включает 10 насыщенных матовых оттенков с легким сиянием. Сегодня я покажу вам 9 из них. У меня нет только красного. Обещают нам, что каждое чувственное прикосновение данной помады будет ощущаться как момент заботы о себе. Потому что губы наши будут окутаны питательной вуалью. И помада на 84% состоит из натуральных ингредиентов. И заявлены два из них самых эффективных и активных. Это гиалуроновая кислота, которая будет разглаживать губы, заметно уменьшая появление тонких линий. Будет восстанавливать полноту, придавать объем губам, более молодой вид. И самое главное, глубоко наполнять нежную кожу увлажнением, при этом сохраняя ощущение невесомости. Второй активный ингредиент это пептидный комплекс Lip Revive. Который будет повышать уровень коллагена и заметно уменьшать морщинки на губах. Разглаживать, улучшать текстуру губ, придавая им упругий, более полный вид, ощущение невероятной мягкости. Каждая помада приходит в белой картонной упаковке, характерной для запуска этого сезона Джордани. И вся декоративная косметика, которую мы сейчас видим в новинках, позиционируется как продукция с встроенным уходом. То есть мы будем не только украшать себя разнообразными оттенками, но и также ухаживать, в данном случае, за кожей губ. На упаковке мы находим инфографику. Этот продукт сертифицирован веганским сообществом производства помады Индия и объем ее 3,8 грамм 12 месяцев срок годности. Внутри мы находим золотистый металлический футляр, который очень плотно защелкивается. Он обрамлен гранями. Опять же, эти грани соответствуют дизайну всей линейки. Мы недавно смотрели сияющую тональную основу Джордани Голд. Там также были эти грани, логотип Джордани. И с обратной стороны мы видим английское название, код и опять же информацию о продукте. Сам стик небольшого размера, но он довольно объемный. И также украшен гранями. Тисненный логотип. Срез в форме алмаза для более точного нанесения на губы. Я думаю, что из-за того, что заострен кончик, даже можно будет наносить данную помаду без контура. По крайней мере, в первое время точно. В описании помады в каталоге и на официальном сайте есть один интересный нюанс. Заявлено 6 часов стойкости. Хотя в названии не позиционируется эта помада нигде как стойкая. Если мы пойдем на иностранный сайт и переведем описание там, то мы увидим, что 6 часов действует формула на губах. То есть вот эти пептиды, гиалуроновая кислота и вот это все великолепие активных ингредиентов будет питать и наполнять наши губы в течение 6 часов. Мне кажется, что это немного некорректный перевод. Но я как бы вас предупредила, а дальше вы имейте в виду сами. Если вы уже носили данную помаду, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Насколько стойкой она у вас оказалась. Но самое главное, на мой взгляд, в этой линейке это не стойкость, а именно свойства заявленные, питательные. То, что улучшается текстура губ и получается здесь очень сильное увлажнение, что подтверждается потребительским тестированием. Клиническое тестирование подтвердило, что SPF 25 в этой помаде будет защищать губы от вредных, агрессивных воздействий окружающей среды. Ну, то есть от фотостарения. 556 благородный нюд. Стик в теплых оттенках, а срез, обратите внимание, розовый. Если мы будем сравнивать с каталогом, то сам оттенок не по цвету стика, а по тону, который мы видим на срезе. Помада ложится плотно, но сам тон полупрозрачный. И вы видите, что даже в нанесении ложится на кожу персиковым оттенком с розовым потоном, несмотря на то, что сам стик очень-очень теплый. 45557 нежная карамель. Здесь оттенок стика похож на фотосвотч каталога. Также тон полупрозрачный, но не рыжий, каким бывают карамельные оттенки. Ложится в одно нанесение светлым, но Арифлейм нам говорит, что если мы хотим более яркий оттенок, то помаду можно наслаивать. 45558 розовый янтарь. Здесь то же самое, как у благородного нюда. Сам стик максимально теплый оттенок. Здесь, видимо, янтарь. Но если мы посмотрим на срез, то увидим, что он проявляется розовым. И вот по факту в нанесении мы видим, что стик теплый. Оттенок на коже получается розовый. 45559 пылающий румянец. Помада гораздо светлее, чем фотосвотч каталога. Но, возможно, в нанесении она тоже проявит себя. Будет играть на коже по-другому. И вот мы видим светлый, плотный розовый оттенок. Не вызывающий, но стик гораздо светлее, чем то, что получилось в свотче на коже. 45560 пыльная роза. Также бежевый стик. Может быть, не знаю, у него с воздухом какие-то есть взаимодействия, почему он так выглядит. Посмотрите, какой розовый срез, то место, где как раз стик наносился на губы. И будет он наноситься на кожу ярко выраженным розовым оттенком. 45561 классический мауф. Вот это тот случай, когда стик совпадает с фотосвотчем каталога. Теперь важно, чтобы он совпал в нанесении на руку. 100% попадание выглядит именно так, как должен выглядеть мауф. Есть розоватый подтон. Оттенок очень красивый. 45562 теплый багрянец. Чуть светлее стик, чем свотч каталога. Чуть темнее срез, но не так явно другой оттенок, как в остальных помадах. Нежный, романтичный, женственный, цветочный оттенок. При этом очень эффектный. Красного тона у меня нет, поэтому переходим сразу к оттенку. 45564 огненный бордо. На картинке каталога, на мой взгляд, совпадение с стиком помады. Насыщенный, вишневый, в чем-то даже винный оттенок. И 45565 нежный клюквенный. Назвали самый темный тон. Мне кажется, также можно ориентироваться на фотосвотч каталога. Это красно-коричневый тон, который присутствует во многих коллекциях. Очень насыщенный, пигментированный, яркий оттенок. Вы мне написали очень много вопросов. Оля, как же может сочетаться матовая помада с сиянием? Это, казалось бы, просто несочетаемые вещи. Это далеко не новость. Еще в 2011 году в Шанель была выпущена линейка помад. Rouge Allure Velvet, которая имела матовую текстуру, при этом ультра сияющий эффект. Матовая текстура это плотное нанесение, которое имеет очень насыщенный оттенок. Густо лежит на губах, но при этом переливается. Именно здесь очень деликатный финиш, вот этот сияющий у линейки. Это тренд сейчас. Также в баблике я делала пост, где показывала образы с недели моды в Милане, которая недавно прошла. И там как раз показаны очень грубые текстуры, такие как кожа, которые переливаются именно вот таким деликатным сиянием. И поэтому Арифлейм, как всегда, на пике трендов. И аромат у этой линейки особенный. Он какой-то пудровый. И я ни разу не ощущала данный запах от помад Арифлейм. Он вот явно какой-то парфюмерно-ароматический. Мне кажется, что данная линейка пахнет как люкс. Вы когда протестируете, вы обязательно напишите свои впечатления в комментариях. И давайте же посмотрим сразу нанесение. У меня сейчас первый оттенок 45556. Это благородный нюд. И при вас хочу протестировать сразу же на первом оттенке, как будет эта помада наноситься на губы. Но все-таки матовая. Она должна по определению быть очень плотной. Немножко суховатой, густой. Но гиалуроновая кислота, я в нее верю. Плотно ложится на губы, но скользит. И на губах сейчас я вижу именно кремовое покрытие. Но не сильно это покрытие насыщенное, не сильно плотное. Недавно совсем тестировали линейку матовых помад с аппликатором. И там прям ложится как вторая кожа. Но нюдовые оттенки, они очень плотные. И они заметны на губах. Здесь я вижу у этого нюда покрытие средней прозрачности. Нюд имеет явно выраженный персиковый потон. И даже небольшую розовинку в оттенке. И меня очень удивляет, что сама помада желто-рыжая, вот сам стик. Но когда соприкасается с губами, после нанесения он окрашивается в розовый цвет. Берите себе на заметку, что по стику вы не оцениваете нанесение. Помада на самом деле по факту совсем другая. Она вот такой вот персик. Симпатичная, мне нравится. Но это не тот нюд, который мы видим в смоке, например, макияжах. Это нюд такой очень нежный для девичьих макияжей. Вот это сияние добавляет какой-то легкомысленности. 45 557 нежная карамель или дольче карамель по-английски. Действительно очень нежный оттенок. Но я, например, привыкла, что карамель она явно рыжая. Либо темно-рыжая, либо светло-рыжая. А здесь также я вижу небольшой розовый потон. Возможно, такое впечатление производит оттенок, потому что здесь сияние серебристое. Оно придает небольшой холод. И цвет сразу же играет по-другому, как если бы этого сияния не было. И если сравнивать с предыдущим оттенком, то он был явно светлее, теплее. Карамель она уже уходящая в более темную гамму. Но по-прежнему это еще категория нюдовых оттенков. Подойдет тем, кто любит явно выраженный эффектный беж. Но с небольшим, еще раз повторюсь, холодным потоном. 45 558 розовый янтарь или люкс амбра. Отличное название подобрали. Это янтарь, который действительно розовый. И опять, как и в первом нюде, но здесь гораздо более ярко выражено. Мы на самом стике видим сплошную рыжину янтарную. А на срезе помады мы видим явно выраженный розовый оттенок. Я такого в Reflame еще не видела ни разу. Где-то в моем детстве были, знаете, такие проявляющиеся помады. Когда помада одного цвета, а красить она по-другому. Сам оттенок нежнейший, просто цветочный. Очень такой, знаете, какой-то по-юному свежий. Очень женственный. И вот на каждый день вот этот оттенок идеальный. Подойдет любому абсолютно цветотипу. Потому что здесь есть и небольшая теплота. Но все-таки это, знаете, теплый розовый. Вот я бы так охарактеризовала данный цвет. Бывает розовый темный, бывает барби, бывает вульгарный. И этот розовый, он прям очень близок к кораллу. 45-559. Пылающий румянец. Я не знаю, почему этот румянец назвали пылающим. На мой взгляд, это очень чистый, спокойный розовый цвет. Светло-розовый. И когда я слышу пылающий, то мне кажется, что в оттенке должно присутствовать что-то огненное, что-то ярко-эффектное. Этот же румянец, он очень-очень спокойный. Опять же, не пошлый. Но в линейке Джордане редко мы встречаем кричащие, вызывающие оттенки. Для любительниц выбеленного розового цвета, девочки, налетайте. Это оттенок ваш. 45-560. Пыльная роза. И когда я читала название этого оттенка, я ожидала стандартную таупово-сероватую розу, к которой мы привыкли. На мой взгляд, этот оттенок больше похож на пионовый. Также светлый розовый, но уже не выбильный, как в предыдущих тонах, а уходящий в темный розовый. И здесь та же самая абсолютная история. Стик мы видим бежево-коричневый. Бежевый срез после нанесения проявляется розовым. Тем же самым розовым, который на губах. Ну не знаю, обзор мой вам в помощь, чтобы подобрать оттенки. 45-561 классический Мауф. На мой взгляд, Мауф тоже более серый. Обычно в стандартных линейках. Но здесь я уже вижу, в каждом оттенке присутствует выраженный очень розовый подтон. В разных совершенно своих интерпретациях. Здесь он темный. И это вот, на мой взгляд, тот случай, когда берется коричневый оттенок. Ну, тот же самый Мауф. Но в него добавляется розовинка. И была в одной из линеек, может быть, кто-то помнит из вас, моя любимая помада, которая называлась Какао. И с тех пор подобные все оттенки я называю оттенками Какао. Вот это то самое светло-коричневое с добавлением розового, очень нежный тон. Он одновременно и выразительный, и он не уходит в темный. Вы можете накраситься и в вечернем макияже, и подчеркнуть элегантность, и благородство этим оттенком. И в дневном макияже это не будет, как будто вы хотите выделиться, и вы хотите быть там супер яркой. Будет видно, что да, у вас дорогой оттенок, у вас шикарная помада, и это в дневном макияже уместно. 45-562. Теплый багрянец. Не знаю, насколько багрянец, и также не знаю, насколько теплый. Но оттенок очень женственный, романтичный. И опять же, для меня это цветочная абсолютно гамма. В моей градации палитры, тонов, этот оттенок стоит как светлый красный. То есть, если вы хотите, опять же, выразительный макияж, но при этом с нежным оттенком, то обращайте внимание вот на данный тон. 63-й оттенок, романтический красный, у меня отсутствует. Поэтому сразу же переходим к 64-му, который называется огненный бордо. Вот данный тон, это чистый бордовый оттенок. И мне он, кстати, кажется близким по палитре к оттенку мау. Только мау он выбелен, а данный оттенок, он явно уходящий в вишню, даже в чем-то в виноград. Для девочек, которые любят такие не темно-вишневые, а ярко-вишневые оттенки в помадах, это будет, конечно, подарок. Этот тон, он имеет свою изюминку именно, мне кажется, за счет серебристого сияния. 45-565, нежный, клюквенный, красно-вишневый оттенок, в который добавили коричневого. Хотя, назвать его коричневым ни в коем случае нельзя, но в нем есть явно теплые нотки. Опять же, этому оттенку также очень идет серебристое сияние. И, конечно же, последним, самым темным оттенком коллекции безумно идет плотная текстура. Губы как будто бы наполнены, они окутаны. Я не могу сказать, вот как пишет Арифлейм, что губы становятся пухлее, но они явно очень мягкие. Здесь я чувствую, что текстура, формула все-таки заботятся о коже моих губ. Мне очень комфортно. Когда я смотрела фотосводчик каталога, мне казалось, что это будет палитра из разряда 50 оттенков бежевого. По факту я нашла здесь 50 оттенков розового. Возможно, вот это серебристое сияние, оно уводит каждый тон в холод. Но отмечаю, что все оттенки, каждый по-своему прекрасен. Даже розовый, который я обычно недолюбливаю. Здесь он выглядит чистым, незамутненным и непошлым, самое главное. Конечно, мне не хватило красного на тестировании. Я бы с удовольствием посмотрела, как он выглядит с сиянием. Последние темные оттенки очень небанальные. И все оттенки объединяет легкое сатиновое сияние, которое придает всему макияжу лоск, холенность, шик. И сюда же мы еще добавляем заботу с гиалуроновой кислотой и пептидным комплексом. И защиту от фотостарения, очень высокую SPF 25. На мой взгляд, линейка удачная. Если вам был интересен и полезен мой обзор, то ставьте под этим видео лайк. Пишите ваши комментарии, какой из оттенков вам понравился на мне больше всего. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы получить оповещение и посмотреть новые видео на нашем канале самыми первыми. Пока-пока!